так давайте на практике рассмотрим работу с life loops и со всем ее функционалом здесь вот если кликнуть правой кнопкой мыши либо control клик на любую сцену нее есть такие вот такое меню очень удобные функции давайте о некоторых поговорим про постановку в очередь и убирание из очереди мы уже поговорили я сейчас уберу этот регион из очереди вторая функция очень удобная это копирование играющих ячеек сюда в эту сцену вот у меня есть 13 сцена а я могу например выбрать любые ячейки с других треков с других сцен ну например вот эти и поставлю их также на alt enter поставлю их в очередь то есть теперь уже у меня в очереди стоит не сцена целая а отдельные регионы и поставлю на воспроизведение и вот теперь все что у меня воспроизводилась то есть те регионы которые у меня играли они у меня автоматически встали на эту сцену таким образом можно брать любую новую сцену и в нее таким образом собирать разные варианты из других то есть прежде чем копировать и проверять получится что-то хорошее или не получится вы можете сразу вот так вот рандомно выбрать ну или намеренно выбрать какие-то конкретные отдельные лупы их послушать как они хорошо хорошо или плохо звучат вместе если хорошо то вы можете выбрать любую пустую сцену и пока не играют нажать на ней правой кнопкой мыши и выбрать копия playing целых целых хир то есть очень удобно также можно здесь же дублировать то сделать дубликат конкретной сцены и там что-то менять можно вставлять естественно пустую сцену и так далее и также можно переименовывать то есть вот у нас например здесь есть ну допустим интро мы можем эту сцену переименовать назвать ее интро например далее но это можно назвать допустим интро 2 вот и допустим друзья возможно вы еще не слышали что у нас в logic pro help есть свой закрытый клуб с telegram чатом и кучей подарков для всех участников и пусть вас не пугает слово закрытый доступ в клуб абсолютно бесплатный проходите по ссылке в описании к этому ролику заполняйте форму и получите ссылку с доступом к чату к нашей коллекции плагинов сэмплов и пресетов в ту же секунду буду рад видеть вас чате где уже порядка тысячи человек обмениваются опытом помогают друг другу решать те или иные вопросы а также первыми узнают о новостях и акциях школы logic pro help жду вас там прямо сейчас welcome и что мы теперь с этим можем сделать то есть помимо того что мы как я уже показал можем с этим играться и слушать друг за другом что и как происходит мы наше воспроизведение можем разумеется записать в привычную нам трековую зону потому что все равно любой пост продакшен сведения автоматизации прочее уже будет делаться в этом окне то есть life loops он не заменяет основной редактор так как вы именно в нем уже мы можем как я уже сказал прописать автоматизацию что-то менять к тому же луп хорош но где-то надоедает и нужно поменять какие-то партии в нем то есть можно скажем так сделать такую рыбу нашей композиции вот здесь в life loops потом ее перенести сюда в трековой области уже в трековой области ее доредактировать сгладить переходы потому что опять же когда мы работаем вот в таком вот вертикальном мышлении переходы между соседними секциями или сценами может быть не всегда плавным не всегда четким и поэтому все равно придется вот в этой трековой зоне уже это доработать то есть добавить какие-то может быть эффекты переходящие какие-то дополнительные дорожки ну то есть по старинке уже как мы раньше работали без life loops так вот у нас здесь есть верху собственно режим записи именно записи всего того что происходит в life loops в нашу обычную трековую область когда мы ее активируем все что нам нужно это собственно нажать запись и далее просто играть в реальном времени наши сцены которые будут записываться в том же порядке в главное окно это очень здорово очень удобно давайте сейчас это посмотрим сейчас скрою инспектор чтобы он нам не мешал и чуть-чуть скрою эту зону я сейчас сразу поставлю первую сцену в очередь и соответственно поставлю предотчет и теперь когда у нас все готово и также я сделаю сразу переключение по два такта а может быть лучше и 4 такта кстати некоторые ячейки можно делать или точнее сцены ячейки может смотрели сцены также можно скажем так убирать от зависимости вот этой вот глобальной квантизации то есть она может быть независимо иметь свою собственную квантизацию вот здесь это настраивается в параметре quantize start то есть это именно квантизация начала воспроизведения сцены или отдельных ячеек то есть вы можете ее квантировать глобально то есть она будет привязана вот к этой глобальной установки либо вас может быть какая-то своя то есть вы можете какую-то сцену например запускать либо за такт либо вообще за восьмую и так далее то есть тогда вы можете как я показывал делать например какой-то реальный брейк или какой-то ремикс эффект на отдельной какой-то сцене или ячейки это бывает удобно но давайте здесь останемся в глобальном режиме на всех сценах и я поставлю ну например на два такта я думаю что до двух тактов мне хватит для того чтобы принять решение какую следующую сцену воспроизводить и так ставим запись а а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон И вот таким образом у нас записалась аранжировка То есть то, в каком виде мы включали сцены Они полностью записались у нас в наше главное окно Теперь я могу просто активировать вот этой стрелкой Как мы видим, у нас переключается активация Здесь я выбираю запись И теперь уже мы можем по старинке редактировать Редактировать аранжировку, что-то двигать, что-то удалять и так далее Таким образом из Live Loops мы можем очень быстро перенести все в главное окно И уже закончить работу над композицией Ну что ж, это были Live Loops Давайте в следующих видео двинемся дальше И перейдем к следующим функциям